Здравствуйте, мои дорогие друзья, я Александр Печуев, и сегодня у нас, как всегда, демонология клипот, или просто демонология порча на врага через осмотея. Естественно, авторский мой ритуал, как говорится, очень простой, несложный. Что нам для ритуала понадобится? Естественно, во вторник лучше в полночь или в 12 дня делать ритуал, но лучше, конечно же, ночью. Вот, а не когда вам там придется. Что нам понадобится для ритуала? Естественно, если есть привязки врага, имя инициала его, знак зодиака, то это очень хорошо и поможет вам, как говорится, в будущем. Чтобы, так сказать, сделать ритуал, нам понадобится, естественно, его сигилла, как говорится. Пентакль, в принципе, легко найти с добавлением моим, естественно. Вы видите, тут добавление есть, который как раз разрушает врага психологически, кардинально, его карьеру, его жизнь. Вот, за что, в принципе, осмотей и занимается чем. Чаще он разрушает и вторниковый, агрессивный, чем-то похож на бога войны, как говорится. Нам понадобится кровь, естественно, можете ссыдить кровь с каких-нибудь продуктов мясных, которые вы купили, допустим, и как бы она нормально выглядит, уже такая подпорченная, то, что нам нужно. Пустая банка, лучше, конечно, без этикетки, с покрышкой. Вино красное, естественно, можно перца красного немного добавить. Красная свеча, как говорится, нам понадобится, вот, с подсвечником, естественно. Ее можете смазать эфирным маслом, любым негативным, которое вы чаще применяете, или марсианским маслом. Также нам понадобится обязательно это или молотый, или сухой, или нарвите, в принципе, он везде растет. Вот, у меня тут осыпался, вот, это, естественно, птичий горец, как говорится, который продается и растет, как сорняк. Можете его найти. Он нам понадобится в качестве, так сказать, толчка для порчи. В принципе, ничего сложного нету. Нам еще понадобится на листке сигилу рисую, можно чернилой, можно кровью макая сюда. Фломастер макните и кровью напишите, как говорится. Мы пишем здесь данные человека, инициалы его и так далее, что осмодей, испортие этого жизни человека и так далее. Своими словами объясняйте, ничего не выдумываясь, зажигаем свечу. Благовоние наше, это может быть, естественно, сначала очистительное благовоние, стандартное ладан, а потом уже благовоние, которые нам нужны, как говорится. Это, естественно, птичий горец, который нам нужен. Мы его добавляем, мы окуриваем здесь все и также птичий горец в банку добавляем. Потом мы сигилу туда же добавляем, сворачиваем и заливаем это все порченной кровью. Или кровь, которую слили где-то, как говорится, носится нечеловеческую. Потом вы закрываете, естественно, банку, когда это все положили, все ингредиенты. Вы закрываете и трясете, просто ставите в центр и трясете, представляя врага, просто все его негативные энергии. Естественно, можно по краям закапать, зафиксировать, но это не обязательно. Но у меня есть привычка такая делать по кембанде. То есть вы, когда это все сделали, вы просите своими словами, то есть руками заряжаете, чтобы асмодей уничтожил жизнь человека. Чтобы как кровь портится, как говорится, гниет, как распад происходит. А вот как птичий куриц уничтожает много людей иногда, так пускай это же и происходит. Можно, в принципе, сюда добавить ядовитые травы. Это, как говорится, тоже можно. Или какие-то ядовитые таблетки иногда тоже добавляют, кстати, сонные и так далее. Это тоже очень работает и интересно. Свеча, естественно, горит. Вы оставляете это все, просите и пускай это стоит все на этих местах, как говорится, определенное время, пока до конца свеча не догорит. Потом огарки свечи, как говорится, огарки свечи, естественно. Вы можете прикрепить сюда просто ее или в мешочек это все склазь с баночкой. Вот. Это уже тут у нас находится и кровь тоже уже тут с привязками врага. Вино вы относите, как говорится, к кладбищу можете отнести, в принципе. Или к развалинам определенным таким, где разломана земля у дороги, можете там вылить, оставить, добавив еще мясо, как говорится. Если есть у вас вот кусок большой, такой свеженький. И, естественно, как говорится, потом делаете следующее, чтобы вам никто не мешал. Вы берете эту банку, ну, естественно, там могут и огарки лежать, ничего страшного. Вы в мешочке эту банку со всей силы просто об землю или об камень, как говорится, долбасите. Естественно, нужно кинуть и отойти, чтобы вас не обрызгало там и так далее, да. Вот. Естественно, пожелав всей доброты врагу за все, что он вам сделал, за все, что уничтожил вам жизнь, вы таким образом ему мстите. Отправляете все дерьмо ему, как говорится, заслуженное и так далее. Или просто потом уходите, как говорится, с благодарностью, да, асмодею. Ничего такого сложного, в принципе, нету. Всем удачи, успехов, вам лайк, сам чу. Вставьте лайк, в принципе, подписывайтесь на канал. Будет много чего интересного. Комментируйте. Летись в видео. И тут ничего такого страшного и опасного нету. Главное, не бояться этих ритуалов. И не бояться, как говорится, давать отпор своим врагам, не быть слабыми. И терпилками. Удачи.